Далее эфир сессии ТВ Русский. Ключевое слово двух сессий. Ежедневно в центре внимания моих коллег актуальны волнующие китайское общество темы. Это те вопросы, решения которых вызывают порой жаркие дискуссии и требуют взвешенного и мудрого решения. Я передаю слово Олесе Корзен. Олеся, здравствуй. О чем сегодня пойдет речь? Добрый вечер, Руслан. А сегодня мы поговорим о кино. Очень успешно называют ушедший год представителей киноиндустрии КНР. В 2015 году сборы китайских кинотеатров достигли почти 44 миллиардов юаней, увеличившись на почти 50% по сравнению с предыдущим годом. За этот период количество посетителей кинотеатров возросло больше, чем на 50% и составило 1 миллиард 260 миллионов человек. Порадовал китайцев отечественный прокат и качеством фильмов. Среди кассовых сборов 61% средства, вырученные от проката местных кинолент. В 2015 году китайская киноиндустрия составила достойную конкуренцию голливудским фильмам. Среди 81 картины, собравшей более 100 миллионов юаней, 47 были созданы в КНР. Следующее достижение индустрии в прошлом году – открытие более 1200 новых кинотеатров и 8000 новых кинозалов. В среднем каждые сутки появлялись 22 новых кинозала. Показатели значительно повысились за счет растущего интереса к кино среди жителей мелких городов. Именно здесь в минувшем году активно открывались новые кинотеатры. Сейчас в Китае более 6000 кинотеатров и более 31 тысячи кинозалов. Обозреватели считают, что развитие кинорынка проходило параллельно с ростом инноваций в культурной сфере. О новейших тенденциях в мире китайского кинематографа в нашем следующем материале. Спонсоры мультфильма «Царь обезьян. Герой возвращается» сделали бесценный подарок своим детям. Теперь их имена вписаны в историю китайской анимации. 109 малышей смогут увидеть себя в финальных титрах. Благодарность за то, что их родители не пожалели денег на проект народного кино. Я думаю, что когда мой ребенок подрастет, ему понравится этот фильм. А после просмотра он увидит свое имя в списке продюсеров. Это очень здорово. Мультфильм «Семь миром» предложил главный продюсер картины Лу Вэй. Полтора года назад деньги на завершение картины закончились. И он лично обратился к зрителям за помощью через мобильное приложение WeChat. Обратиться к зрителям заставило необходимость. Я много думал, как сделать, чтобы наш фильм выделялся из других. Ведь у нас в мультфильме нет никаких звезд, а имя режиссера мало кому известно. Призы в сброситься на кино услышали больше ста человек. Кто-то перечислил десятки юаней, кто-то не пожалел ста тысяч. И помимо нескольких секунд славы, это оказалось выгодным вложением инвестиций. На фильм удалось собрать 7 миллионов юаней, а заработали народные спонсоры в 4 раза больше. Всего же картина принесла своим создателям почти миллиард юаней в 146 миллионов долларов США. Так, один из самых прибыльных кинопроектов года стал самым успешным фильмом, деньги на который собрали по схеме краундфандинга – добровольных пожертвований. Окрыленные успехом, продюсеры картины не намерены останавливаться на достигнутом. Я называю себя менеджером по продукту, ведь времена меняются, а потому и продукт, который мы делаем, приобретает новые качества. Например, сейчас просто невозможно представить себе существование кино без интернета. Ландшафт киноиндустрии сильно изменился под влиянием интернета. Такие гиганты, как Байду, Тенцент и Алибаба инвестировали в эту отрасль большие деньги, зажигали звезды и расширяли канал избыта. Благодаря интернету зрители получают больший доступ ко всем новинкам кинопроката. Виртуальное пространство заменило кому-то большой экран, а кому-то – кассы в привычные кинозалы. Я предпочитаю заказывать билеты онлайн на специальных сайтах, потому что это удобно. Я могу выбрать место, да и стоять в очереди в кассу не надо. Все большую популярность набирает интернет-телевидение. Для пользователей всемирной сети только в прошлом году было снято 3000 сериалов и развлекательных передач. Теперь авторы проектов уже не пытаются пробиться на эфирные телеканалы, а зарабатывают на онлайн-трансляциях. Когда какая-либо платформа получает право на трансляцию интересных программ, она сразу же привлекает к себе внимание большого количества потребителей. Затем сюда приходят инвесторы и опытные продюсеры. КНР обгоняет США по производству кинофильмов. За прошедший год здесь сняли почти 700 лент. Такими темпами первое место Китай в мировом кинопрокате займет уже через год. Объем кассовых сборов в стране побил очередной рекорд – в 7 миллиардов долларов. К концу 13-й пятилетки эта цифра, по прогнозам экспертов, удвоится. Китайские власти понимают, насколько сильно может быть воздействие такого массового искусства на людей. Только в прошлом году на всю культуру власти КНР выделили 5 миллиардов юаней. Поддержку получили 850 проектов. О дальнейших путях развития культуры будут говорить и во время двух сессий. В новом проекте, который предлагает советник НПКСК Ли Сюсун, предусмотрены пять принципов. Это укрепление реформ, инновации, новой технологии, проникновение в интернет и общее развитие. Так, по мнению авторов новой концепции культуры, удастся наиболее точно и в полной мере отразить в искусстве понятие, что такое китайская мечта. Артур Валеев, Татьяна Климова, УИН, CCTV. На этом пока все. Оставайтесь с нами. Спасибо за внимание, Руслана. Олеся, спасибо огромное за то, что пришли. Я напомню, наш специальный информационный блог, посвященный актуальным и наболевшим вопросам китайского общества, мои коллеги готовят обзор ключевых слов двух сессий. Продолжение следует...